Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Будет ли третья волна? На этот вопрос ответил эпидемиолог. Взгляд сверху. Смотрим самолеты на ситуацию с половодием. Возложение цветов, страшное ДТП и закрытие границ. Подводим итоги недели. Главная тема сейчас – пандемия. Ограничения то смягчают, то вводят заново. И хоть эпидемиологическую обстановку сейчас может мониторить каждый на специальных сайтах, ситуация ясна не всем. И главный вопрос – будет ли третья волна? Наша съемочная группа пообщалась с эпидемиологами на этот счет. Антон вместе со своей супругой записались на вакцинацию заранее. Уколов они не боятся и поэтому привиться спутникам Ви решили вместе. Тем более, что пожилые люди входят в группу риска. А тут потерпеть буквально минуту – и все. Спасибо, Катин. В московском районе было больше всего зараженных коронавирусом. Он же и самый густонаселенный. Поэтому медперсонал прилагал большие усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Эпидемиологическая обстановка в нашем регионе, она сейчас стабильная. Регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения. Но темпы прироста, они невысокие. На настоящий момент в московском районе 29 больных коронавирусной инфекцией и еще 15 контактных. По области цифра в разы больше – 1339 человек. И сейчас только и разговоров, что о третьей волне. Одни пророчат начало в мае, другие же эксперты говорят, что старт будет 15 апреля, то есть уже. Будет ли третья волна? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась к врачу-эпидемиологу. В настоящее время прогнозировать далеко очень сложно, потому что, как вы сами знаете, сейчас и часть границ уже открывается, вновь закрываются перемещения населения. Сейчас очень большое, тем более впереди праздники, летние отпуска. Поэтому, в общем-то, прогнозировать далеко очень сложно. Но мы надеемся, что, конечно, все будет стабильно и снижаться дальше. Одно врачи говорят точно – расслабляться рано. Каждый все еще считается в зоне риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Тут появляется другая проблема – это паникеры. В первую волну они сметали гречку и туалетную бумагу с полок магазинов. Во вторую – подуспокоились и неизвестно, что будет в третью. Как этой панике не поддаться, рассказали специалисты. Прежде всего, общайтесь с теми людьми, которым вы действительно доверяете. Пользуйтесь информацией, которая проверена, не та, которая бабушка у подъезда сказала. Если есть так называемые токсичные окружения, таких людей, по возможности, конечно, из своего окружения сейчас следует исключить. То есть надо общаться с теми людьми, которые настроены позитивно, которые дают запас протекции, защиты, поддержки. Это прежде всего. А рекомендации по-прежнему стоит соблюдать, говорят врачи. Маску в общественных местах носить продолжаем, держим дистанцию, а руки все так же обрабатываем. Такие простые правила помогут избежать заражения. Вакцинация по-прежнему добровольная, но врачи советуют заветный укол все же сделать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжая тему коронавирусной инфекции, в Рязани продлили ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора номер 105 опубликовано 16 апреля. Заведением общепита по-прежнему запрещено работать с часа ночи до 6 утра. При этом работать на вынос разрешено. Этот запрет продлен до 10 мая. До этого же дня сохраняется особый режим работы для организации социального обслуживания. Сотрудники должны самоизолироваться на работе. До 6 мая в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения. Половодие в Рязанской области достигло своего пика. В этом году опасения о том, что разливы будут крупномасштабными, пока не подтверждаются. А вот с полом травы ситуация сложная. На сегодня зафиксировано уже более 200 очагов возгорания. Об этом нам сегодня заявили в региональном МЧС. Специально для журналистов спасатели провели воздушную разведку местности. Масштабы стихии Максим Васильев оценил лично. Наблюдать за разливом с высоты птичьего полета вовсе не то же самое, что на карте, пусть даже интерактивной. Половодие в Рязанской области, конечно, есть, но даже визуальную ситуацию спасатели оценивают с некоторой долей разочарования. По-настоящему большой вода так и не стала. И, наверное, уже не станет. Нотку досады добавили и метеорологи. Уровень воды в Оке сегодня стал ниже на сантиметр. Ну, если честно, радует, что паводок такой есть. Может, АК очистится. Но он тоже не такой высокий. Если честно, ждали очень большего паводка, что будет в связи с тем, что снегопады очень хорошие в этом году были. Ну, опять же, будем ждать там выше потечения у нас, получается, когда колонна откроет свои эти шлюзы, возможно, у нас еще поднимется вода. А вот где вода точно сегодня необходима, так это в Спасском районе. Пал травы здесь уже грозит плавно перейти в лесной пожар. В иллюминатор отчетливо видно, куда ведет огонь роза ветров. В сторону села Ярустово. В воздухе отчетливо пахнет тревогой. Впрочем, на земле ее тоже чувствуют. Помощь будет. На данном очаге в настоящий момент работает три единицы техники. Одна инженерная техника, трактор и две единицы пожарной техники. По результатам облета было принято решение увеличить группировку в связи с тем, что достаточно обширный фронт. Количество таких пожаров ежедневно увеличивается в геометрической прогрессии. Буквально три дня назад количество загородных сухой травы было в районе 50-60 случаев. Вчера таких загораний было уже более 150. И сегодня, несмотря на то, что световой день еще в разгаре выведен, то есть еще не вечер, их уже более 200. И, конечно, все они – это дело рук человека. Пожарные уже перешли на усиленный режим. В бой брошены резервные караулы. Но реагировать на сообщения в соцсетях они просто не успевают. Именно к таким пионерам и обращен призыв спасателей. К сожалению, люди не всегда своевременно сообщают о таких пожарах. Неоднократно выявляли факты в социальных сетях, где люди такие пожары снимают, выкладывают видео. На вопросы журналистов, чтобы прокомментировать о данной ситуации, мы, к сожалению, выясняем, что на эти загорания никто пожарных не вызывал. То есть люди сфотографировались, выложили видео, а чтобы вызвать пожарных, к сожалению, очень многие забывают. Такая забывчивость обычно стоит очень дорого. И к моменту приезда боевых расчетов ветер может разогнать огонь до угрожающих масштабов. За село Ярустово после усиления противопожарной опеки, скорее всего, беспокоиться уже не стоит. Существование остальных в период лесных пожаров сегодня точно зависит от общественной коммуникации. С наступлением весны горожане все чаще используют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другие средства передвижения. Но не все знают, что на некоторые из них надо иметь права. Электросамокаты, моноколеса, гироборды становятся в Рязани все более популярными. Теперь их принято считать средствами индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. С помощью них можно быстро добраться из точки А в точку Б. Их нередко используют, чтобы сэкономить время по дороге в офис, университет, школу. В соответствии с ПДД они не являются транспортными средствами. Однако некоторые устройства, схожие по конструкции, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт. Или максимальную конструктивную скорость более 50 км в час. Для управления такими устройствами гражданам необходимо наличие специального водительского удостоверения категории М или А. Но в данном случае все, кто имеет категорию Б, также имеют категорию М и имеют право передвигаться на данных устройствах. В пятницу в лесопарке сотрудники ЕБДД провели профилактическое мероприятие. Они раздавали листовки тем, кто в будущем может захотеть взять в прокат или приобрести себе, например, гироскутер или электросамокат. Зная правила, это поможет избежать ошибок при управлении такими средствами. Ведь использование этих устройств на дорогах общего пользования – серьезный источник повышенной опасности, как для пешеходов, так и для тех, кто управляет такими электросамокатами или мини-сегвеями. ОС «Автоинспекция» обращает внимание на необходимость более внимательного отношения к правилам безопасности на дороге при их использовании в уж указанных средств передвижения, особенно с несовершеннолетними, так как впереди наступает теплое время года, когда детвора значительное количество времени проводят на свежем воздухе. Штраф за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, составляет 30 тысяч рублей. Такую ответственность несут как родители, так и те, кто работает в прокатах и выдают такие средства передвижения лицам, не имеющим прав. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К итогам. В начале недели россияне отметили День космонавтики. 60 лет назад, 12 апреля, Юрий Алексеевич Гагарин покинул планету Земля. Наш регион тесно связан с космонавтикой. И всем рязанцам знакомы такие фамилии, как Циолковский и Уткин. Память великих соотечественников почтили возложением цветов. Празднование Дня космонавтики началось с возложения цветов к памятникам великих рязанцев Константину Циолковскому и Владимиру Уткину. Так горожане почтили память тех, кто внес значительный вклад в дело освоения космоса. И отметили 60-летие полета Юрия Гагарина. Сегодня было много молодежи. Это не случайно. Это значит память жива. Это значит, наши студенты понимают, благодаря кому человек поднялся в космос. Ребят действительно немало. В церемонии возложения цветов участвовали несколько вузов. Представители учебных заведений и вовсе говорят, что от желающих не было отбоя. В связи с пандемией ограниченный состав. То есть не более 10 человек от вуза. Но мы... Естественно, что квота, она не отвечает же по желанию людей. То есть действительно сегодня почтить память великих деятелей наук, связанных с космосом, готовы, наверное, большая часть коллектива студенческого университета. Вклад рязанцев в покорение космоса, если не огромен, то вес имеет точно. В историю космонавтики навсегда вошли имена великого ученого-теоретика Константина Циолковского, основателя философии русского космизма Николая Федорова, создателей современного оборонно-космического комплекса нашей страны, братьев Уткиных. И начав с Федора, плавно перетекая к идеям Константина Эдуардовича Циолковского, мы подходим к тому, что эти люди были знакомы между собой, а к Циолковскому приходил юный Королев и напитался идеями уже от Константина Эдуардовича Циолковского. И вот она, цепочка опять сложилась. А Королев это что? Это уже он практик, он ракетостроитель. Он посылает первого человека в космос, дату 60 лет мы отмечаем в этом году. Вот эта цепочка привела нас к Юрию Алексеевичу Гагарину. 12 апреля во многих вузах проходят научные конференции, посвященные первому полету человека в космос. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В тот же день, 12 апреля, около моста через Трубиш произошло массовое ДТП. В аварию попали автобусы более 10 машин. Пазик на высокой скорости врезался в несколько автомобилей, стоявших перед светофором. Травмы различной степени тяжести в массовом ДТП получили 9 человек, в том числе годовалый ребенок. Госпитализированы пятеро. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются, однако ясно одно. По предварительной информации, 50-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигаясь со стороны микрорайона Конющева в сторону центра города Рязани, совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пола», после чего произошло столкновение остальных транспортных средств. Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП с автобусом около моста через Трубиш. На место аварии выезжал прокурор Рязанской области Иван Панченко. В ходе проверки надзорным ведомствам будет дана оценка соблюдения установленных законодательством требований, регламентирующие порядок перевозки пассажиров общественным транспортом и обеспечение дорожной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. В группе «Рязань» ВКонтакте появился пост одного из очевидцев с благодарностью в адрес пассажира автобуса номер 98. Цитата. «Хочу сказать огромное спасибо, низкий поклон молодому человеку по фамилии Фетисов, который спас сегодня мою маму целый автобус в аварии на мосту через Трубиш. Если бы не он, то автобус улетел бы в речку. Когда он заметил, что водитель отключился, он смог перелезть к водителю, вырулить автобус, остановить. И все это на ходу, и очень быстро среагировал. Спасибо тебе огромное». Конец цитаты. Администрация Рязани просит откликнуться мужчину, который спас автобус от падения с моста в Трубиш, и позвонить по телефону 200-900. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Горящие поля, вертолеты, воющие сирены. В Рыбновском районе было жарко не только по причине весеннего солнца. Масштабные учения МЧС завершились демонстрацией готовности Рязанского региона к пожароопасному периоду. По решению Совета безопасности Российской Федерации в регионах страны на этой неделе прошли масштабные командно-штабные учения. Сотрудники ведомств отрабатывают две актуальные в этот период темы. Ликвидация последствий половодия и предупреждение и ликвидация природных пожаров. Учения проходят в три этапа. На первом этапе были отработаны вопросы оповещения, сбора личного состава территориального системы, единого государственного системы по предупреждению о ликвидации чрезвычайной ситуации, оповещения и также приведения в готовность. Основной задачей на первом этапе – это было уточнение всех планов действий. На втором этапе на территории области вчера были отработаны вопросы минимизации последствий весеннего половодия. Практические мероприятия проходили на территории Проросского и Кораблинского районов. Были отработаны вопросы эвакуации людей из населенных пунктов, подверженных воздействию весеннего половодия. Для этого были задействованы силы администрации, люди были условно размещены в пунктах временного размещения. Финальный завершающий этап учения был посвящен ликвидации природного пожара. Главной задачей на этом этапе была отработка взаимодействия всех ведомств. Чаще всего на практике пожар первыми обнаруживают местные жители. Раньше других к месту возгорания, как правило, прибывает подразделение добровольцев. Именно по этому сценарию сегодня и развивались события в Шехмино, Рыбновского района. Затем провели авиаразведку местности. После к месту прибыли сотрудники пож-леса и противопожарной службы. Завершающим на место прибыла аэромобильная группировка главного управления в частности России по Рязанской области. Следует отметить, что аэромобильная группировка была создана пять лет назад, которая объединяет несколько пожарных подразделений и специализируется на тушении особо крупных пожаров, а также может быть переброшена в любой регион нашей страны для оказания помощи соседям. Печальный опыт прошлых лет показывает, что любое неаккуратное действие, будь то брошенный окурок, подожженная трава или другая оплошность, может обернуться настоящей катастрофой. В связи с чем на состоявшемся в рамках учений межведомственном совещании обсудили вопросы взаимодействия для того, чтобы сотрудники МЧС могли отреагировать на раннем этапе. В пример привели возгорание от снаряда после стрельб в Сельцах в 2019 году. Территориальному гарнизону заблаговременно, за сутки до начала стрельб на полигоне, руководителям полигона передать информацию в ЕДДС Рыбновского района и РПДО ПОЖЛЕСК, Министерство природопользования. Мы, чтобы могли взять на контроль, организовать необходимые силы и средства для эффективного своевременного применения на раннем этапе. 2019 год нам показал, что не своевременно нам пришла эта информация. И, конечно, аккуратнее в лесу стоит быть каждому из нас. На территории Рязанской области в настоящее время установилась жаркая и сухая погода. И, к сожалению, многие люди забыли печальный опыт прошлых лет. Это печальный опыт 2010 года, когда лесные пожары переходили на населенные пункты. И также других годов. И уже в большинстве районных массово происходит опал сухой травы. Мы просим всех жителей соблюдать правила пожарной безопасности, исключить использование открытого огня на природе, не разжигать костры, не бросать непотушенные окурки. Первое сообщение о возгорании травы было зафиксировано 6 апреля. К сегодняшнему дню возгораний уже более 500. И, несмотря на многочисленные предупреждения, количество случаев стремительно растет. Если за сутки 14 апреля возгораний в регионе зарегистрировано 69, то уже в следующие сутки – 150. Несмотря на показанный во время учений высокий уровень готовности служб региона к чрезвычайным ситуациям, каждому стоит соблюдать рекомендации пожарной безопасности. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К чистке всех городских памятников приступила дирекция благоустройства Рязани. Уже приведен в порядок монумент Константина Циолковского у театральной площади. А на неделе основательно помыли Олега Рязанского. Шесть рабочих, 18-метровая автовышка и поливочная машина. В изнесении к памятнику Олегу Рязанскому проходит по всем правилам техники безопасности. Омовенные скульптуры начинают с головы всадника. Дальше – конь. В распылителе обычная вода, без примесей. При ярком солнце брызги создают вокруг фигуры всадника почти мистический ореол. Весенний душ для Олега, впрочем, не единственная позиция. Чистить будут основательно. Данный памятник убирается и чистится два раза в год. Это в весенний период и в осенний период. Сначала он обрабатывается водой, потом специальным средством, которое придает блеск и сохраняет его материал. Бронзовый герой земли Рязанской в коммунальном списке на Омовение не первый. Ко дню космонавтики уже приведен в порядок памятник Константину Циолковскому, а к 1 мая в дирекции благоустройства намерены то же самое сделать с гранитным Ильичом. Олега Рязанского оставили без специальной даты, но это как раз понятно. Главный символ города должен блистать вне расписания. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Печальные новости для тех, кто спланировал отпуск в привычной для россиян Турции. На этой неделе приостановлено авиасообщение со страной. Предварительно до 1 июня. Вслед за этим пришла весть о том, что не получится улететь и в Танзанию. К слову, эта страна была открыта для туристов раньше других. Что все это значит и как быть тем, кто уже купил билеты во внезапно закрывшиеся страны? Разбираемся в следующем сюжете. По заявлению Ассоциации туроператоров России, с середины апреля по май, уже забронированным примерно на 32 миллиона рублей туром, должны были отправиться отдыхать в Турцию больше полумиллиона россиян. Что касается того, как отреагировали здесь, в Турции, на эту ситуацию, естественно, однозначно, вся тревел-индустрия очень сильно расстроена, потому что все рассчитывали на этот сезон. Туристы бронировали очень дальнюю глубину продаж. То есть, вплоть до октября, ноября месяца были распроданы отели. И сейчас для всех это большой шок и большое огорчение. Надо отметить, приостановлена только чартерная перевозка. Регулярные рейсы будут продолжать летать по определенному расписанию. Тур-операторами будет предложено определенные условия перебронирования дат туров, которые не смогут состояться сейчас в период до 1 июня. И, соответственно, туристы смогут перебронировать эти туры на новые даты, предложенные оператором, без изменения параметров путешествия, либо перенести свои денежные средства на любые другие открытые направления, в том числе и на Россию. Что же касается тех туристов, кто сейчас находится на территории Турции, в том числе и меня, наш рейс состоится по своему расписанию. Он будет после 15 апреля и никаких дополнительных вывозных рейсов туристов не будет. Тем туристам, кто запланировал вылет на даты после 1 июня, турагенты сейчас рекомендуют успокоиться, расслабиться и ожидать своих дат. Все надеются, что ситуация к тому времени нормализуется. Я сейчас нахожусь здесь, в Турции, в рабочей командировке, посещаю большое количество отелей и могу однозначно сказать, что меры безопасности здесь предприняты максимально на высоком уровне. Везде обязательный масочный режим. И, конечно, отели были на полную мощность, готовы к тому, чтобы принять туристов в этом сезоне. Мы с коллегами из тревел-индустрии желаем вам яркого лета, желаем, чтобы все границы были открыты и границы с Турцией в том числе. На срок до 1 июня авиасообщение с Россией прекратила и Танзания. Единственная страна, при прибытии в которую во все время пандемии не требовалось давать никаких анализов. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин